В Московской областной думе состоялась конференция на тему «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Ее инициатором выступил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов и представители церкви. А соорганизатором представленного форума стало общероссийское общественное движение «За жизнь». Конференция «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» в Московской областной думе собрала более 300 участников. Как депутатов, так и руководителей министерств и ведомств, представителей исполнительных органов власти, научных, общественных и молодежных организаций. Инициировали форум, на котором были рассмотрены пагубные последствия абортов и необходимость активизации противоабортной кампании, председатель МОЗ облдумы Игорь Брынцалов и патриарший наместник Московской епархии, митрополит Куртицкий и Коломенский Ювеналий. Эту проблему никто не поднимает, они умалчивают цифры, говорят сами за себя. Это десятки тысяч жизней только на территории Московской области, а миллионы на территории нашей страны. Об этом надо говорить, делать так, чтобы люди, которые решились на это, задумывались о своих поступках и не совершали их. Медицинские учреждения только работали на то, чтобы реализовывать медицинские показатели, а не зарабатывать деньги, делая индустрию с данной проблемой. В 2015 году в России было совершено 930 тысяч абортов, причем этот официальный показатель впервые вырос после многих лет устойчивого снижения. В Московской области снижение количества абортов продолжается, но участники дискуссии признают, что официальная статистика – лишь вершина айсберга. Частные медицинские центры, в которых аборты – основной бизнес и распространение медпрепаратов, вызывающих аборт, увеличивают реальный масштаб проблемы в несколько раз. Но что ценно, со всех сторон идет понимание и инициатива, что где-то убийство, преступление, а против каждого преступления надо бороться. Церковь с теми, кто разделяет эту позицию. И мы не только будем молиться за эти усилия, но и крепко сотрудничать. Одним из организаторов пролайв-конференции областной думы стало общероссийское общественное движение «За жизнь», благодаря работе волонтеров которого в прошлом году было спасено более двух тысяч детей. Руководитель движения Сергей Чесноков рассказал о том, что в Московской области при взаимодействии с церковью в шести муниципалитетах работает Центр защиты материнства. Добровольцы движения ведут также лекционную работу по программе «Человеческий потенциал России». Ее слушателями стали более 35 тысяч человек. Ведущая российское пролайв-движение представила участникам конференции фильм «Афон за жизнь» завет преподобного Паисия Светогорца, в котором озвучен голос афонских старцев, призывающий остановить убийство нерожденных детей. Владыка Ювеналий отметил важность такой просветительской работы и призвал к пересмотру эфирной политики ведущих российских телеканалов. Если дети, подростки смотрят фильмы, которые говорят о распущенности, об убийствах, о нарушении нравственности, они ведь как губка впитывают все это. Поэтому, конечно, нужно, чтобы и старцы говорили, и власти говорили, и священнослужители говорили. Нужно общим фронтом идти в этой борьбе за жизнь. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Москва.